Всем доброе утро! Всем доброе утро! Мы сегодня снова завтракаем в нашем дворике. Сегодня на завтрак у нас будет чудесный Вадимкин бульончик, салатик. Можно посмотреть поближе? Можно посмотреть поближе, конечно же. Еще у нас здесь такая чудесная тарелка из сыра камамбер, нарезки с салями и, конечно же, французский хлеб. Это чиабатта в этот раз. Хорошо. Ну, чиабатта вообще итальянская, но сделана во Франции. По лицензии. Ну что, пойдемте. Да. Мы приехали еще в один район Парижа, который называется Дефанс. Здесь расположена третья арка, которая стоит на одной линии с двумя остальными, которая расположена в конце Элисейских полей. И в начале садов, которые расположены на одной линии, о чем можно свидетельствовать, если смотреть по направлению. Вам ее не будет видно, но там виднеется. Это та, которая главная, да, на Элисейских полях? Ну, там. Наверное, да, одна из первых. А вот третья арка. Она такая у нас сделана уже в современном стиле, конечно. В стиле бизнес-центра. Чисто такая вот и стекла, и железо. Погодка хорошая. Здесь много всяких центров, ресторанов. Вообще такой новый просто район. Почувствуем себя в Нью-Йорке. И там, смотри, там палец такой большой. В общем, да, забавно. Будем сейчас тут немножко гулять и потом ехать в центр. Как видите, здесь тоже всякие центры, рестораны. Я думаю, что мы сейчас пойдем туда, в этот центр. Вадимка пытается тут все сфотографировать. Солнце немножко за что? Я забыла очки. А я нет. А я не забыла. Сейчас мы как раз идем в этот торговый центр, который я вам показывала. Здесь есть тот же музыкальный магазин, в котором мы уже ходили и покупали пластинки. Мне просто нужно кое-что поискать на подарок. Поэтому надеюсь, что найдем то, что хотели. Ну, что я хочу сказать. Наконец-то свершится. Наконец-то я могу выкинуть вот эти вот так называемые штаны. Штаны, да. Которые прослужили мне верой. Между прочим, и правда, и два года. Ну, там какая-то супер туристический автобус. Все кричат. Смотрите. Автобусик Даблдекер, да? По-моему, это какие-то спортсмены. Какой-то полиция. Нет, это фанаты Манчестера Юнайтед. А нет, тут прям пресса. Вадимка, ты устал? Мы сегодня отправляемся на ужин с моей, можно сказать, знакомой по работе. Встречаемся с ней, поэтому сейчас у нас сумка в гостинчике для нее с Украины. И не только. Поэтому, конечно же, тяжелая. Мой маленький осличек все несет. И свои сумки тяжелые несет. И мою сумку тяжелую несет. Еще и подарочки несет. Как вы его так называете? Да. По своим балаганам переходим туда-сюда. Мы уже подходим на площадь Бастилии. Как она на русском? Бастильская площадь? Просто Бастилии. Хорошо, мы подходим к Бастилию. И где-то здесь мы скоро будем встречаться. Только надо найти именно ту улицу, где мы будем встречаться, потому что я не запомнила. Обычай, тюрьма. Да, где именно она находится. А вот эта? Нет? Нет. Нет, ребятки, внутри Вежисторане мы не снимали, потому что было о чем пообщаться. И вообще очень-очень... И что покушать. И что покушать. Очень-очень классное время провели. Я поставляю, кстати, фотки блюд, кому интересно. Нам очень-очень все понравилось. И самое интересное, это была, конечно же, встреча. А сейчас мы снова на площади Трокадера. И я вам сейчас покажу красоту. Башня светится. Ой, негрики убегают. Что может быть лучше, чем в последний вечер увидеть эту красоту? Еще и с любимым рядом. С самым лучшим мужем на свете. Да, мой Вивишечек? Конечно. Что, Вадимка, получается как-то взять фотографию? Конечно. Да? Красота. Вадимка все пытается тут разобраться с выдержкой, чтобы получше сфоткать башню. А я пока просто сижу и наслаждаюсь этой красотой. С одной стороны, хочется уже уехать домой, увидеть родных, наших детей, наших котиков, кроликов. Но, с другой стороны, классно, конечно, путешествовать. А с другой стороны, уже нужно денег. Зарабатывать снова, да. На новые поездки. И, да, путешествовать это очень-очень круто. Вообще смотреть, как просто живут в других странах, в других городах. Ну, для нас, наверное, это город точно не для жизни, так как он просто очень сумасшедший. Здесь очень много туристов, очень много разных национальностей собралось. Но, чтобы посетить, увидеть все достопримечательности, очень-очень круто. Так вот здесь просто нереальное количество. И у нас нет с собой шампанского, но у нас есть остатки сока. Поэтому будем делать вид, что мы отвечаем с яблочным шампанским. Продолжение следует...